С парадокса хочу начать. Я всегда в кабинете, вроде не страшный. Ни один житель, вернее, ни один медработник, ни один за эти два месяца не пришел и не сказал, что почему меня увольняют, почему меня там это самое, несправедливо или что-то. То есть, вот люди пишут, Жириновскому там, я не знаю, кому еще там, всем-всем. Ну, эти подпися не показывают, 98 подписей, которые как будто бы существуют где-то. Алексей Викторович, люди боятся, что вы уволите. Вас боятся, боятся, что людей уволят, что люди останутся без работы. Они приходят, я им про Жириновского интересовался, почему бы, а говорят, уволен. Владимир Михайлович, все в рамках закона делается, любое увольнение делается в рамках закона. Я вот так и понимаю, что людям, наверное, больше сказать нечего и возразить закона нечего. Они начинают искать пути альтернативные, ну, там, в том числе с вашей стороны и из других источников помощи искать. Пожалуйста, приходите, объясним, кого увольняем, за что увольняем, кого сокращаем. Алексей Викторович, у вас же есть такое, что работают пенсионеры, а молодых вы сокращаете. Что касается медицинских работников, по закону, к сожалению, к моему сожалению, я уже повторял это, что привилегии пользуется человек с большей категорией, несмотря на то, что ему 60 лет. Вот, если я сокращаю техничек, да, я смотрю, есть ли дополнительный источник финансирования, есть, ну, в виде пенсии. Вот тут да. Если медицинский работник имеет высшую категорию, даже если он пенсионер, а с 1 января, и даже если он пенсионер, скорее всего, его нельзя будет уволить. Продолжение следует...